Здорово, Даниил, давай сейчас разберем твои прогнозы, которые выходили у меня на YouTube-канале, но именно твое мнение не имело эффекта в этих прогнозах. Ну и первое, наверное, что приходит на ум, это бой Александра Усика и Энтони Джошуа, которому ты грозился победой британского боксера, а в итоге, вон оно, как все получилось. Не только у меня на бумаге победа оказалась у Усика. А ты, кстати, сам не согласен, что счет, я оказался прав, что судьи до последнего пытались вытащить Энтони Джошуа как могли. Счет оказался несоответствующим действительности. Ну смотри, все просто, бой в Англии. Местный любимец в Англии не проигрывает. На Шпигов он по самое не балуйся, как я всегда говорил. Плюс, как он бил Кличко, он от раунда к раунду наращивал. Но, как сказал Александр Беленький, того Джошуа, который победил Владимира Кличко, похоже, больше мы не увидим никогда. Что-то сломалось после поражения от Руиса. Я думал, что за счет того, что он большой парень, 115 килограмм, да, усик, все-таки это далеко не боксер супертяжелого веса. Это крузер. Причем не бьющий, но порхающий, как бабочка. И имеющий жалящий удар. Например, бой в Англии, я был уверен, что Джошуа будет позволено делать в ринге все. Я ждал, что Джошуа вспомнит, что он чемпион. И просто попрет, просто ломать, знаешь, швырять через себя, он же сильнее, он же больше. А он, как джентльмен, решил состязаться с одним из лучших боксеров мира именно в мастерстве. И, Влад, в результате мы видели полный декласс. Александр Усик без проблем переигрывал. Вот просто Антони Джошуа. Как ни странно, еще стало большой проблемой для Джошуа то, что Усик левша. Оказалось, что Джошуа вообще не понимает, что делать. Он ошибался и, по сути, выиграл только два, ну, максимум три раунда. В шестом раунде он попытался сделать, поперечь вперед, да, но этого было недостаточно. Более того, как оказалось, Джошуа устает и перезарядиться он уже не может. Он очень заметно сдал в концовке боя и едва не оказался в нокдауне на последних секундах. Усик действительно победил. Просто красавец. Я за него очень болел. А на Джошуа я лично ставлю крест. Большая карьера для него закончена. Теперь мы все знаем, что это простой большой парень с сильным ударом, с плохой держалкой и с плохой выносливостью. Мне вообще непонятно, как он победил тогда Александра Поветкина. Но там Поветкину возраст уже не дал себя реализовать в полную силу. Я думаю, мы получили вопрос за очный ответ на вопрос, кто бы выиграл, Тайсон Фьюри или Энтони Джошуа. Джошуа бы упал бы однозначно в этом бою. Также я не думаю, что Джошуа даже Уайлдера прошел бы. Сейчас бы очень интересный бой был реванша Диллиан Уайт против Энтони Джошуа. Потому что Уайт малоподвижный, но бьющий. И вполне возможно, на нынешнего Джошуа этого достаточно. Кстати, реванш хочет Джошуа. Я думаю, что психологически для него будет очень тяжело. Я не верю, что там, как многие пишут, купили Джошуа. Там совершенно другие деньги. Это как раз Усик зарабатывал в этом бою. А Джошуа-то гонорары были фиксированы. И бой с Фьюри ему принес бы в три раза больше, чем там любой подкуп предложили или что. Победил Саша. Молодец, красавец. Но, к сожалению, еще есть Тайсон Фьюри. И да, Влад, я опережаю и скажу. Я не верю в чудеса. Чудеса должны закончиться. Хотя то, как дрался Усик... Не, здесь тоже самое главное. Усик. И то, как дрался Усик... У тебя пишут, кстати? Да. Все уверен, да? Да, абсолютно. Все. Как бы есть еще Тайсон Фьюри. И то, как дрался Александр Усик против Энтони Джошуа, да, сравнив, как дрался Фьюри с Вайлдером, вселяет надежду, я думаю, украинским болельщикам. Но много шансов. Скорее всего, Фьюри выиграет. Дай Бог, Усик достоит до конца боя. Ну и другой поединок, которым ты тоже немножечко, скажем, накосячил. Ну, сам накосячил, в том числе и я. Мы его прогнозировали победу Магомеда Измаилова в поединке с Владимиром Минеевым. Этого не оказалось. Минеев победил, и на этот раз вопросов вообще никаких по победе быть не может. Возможное противостояние закончилось. Почему на этот раз, хотя вот в этом ситуации, прогноз тоже оказался неверным. Грешин болел за чертовски за Магомеда Измаилова. Очень болел. Очень нравится мне этот персонаж. Очень добрый. Всегда, сам знаешь, любит обняться на прощание. Всегда располагает к себе. После первого боя он сказал такую фразу. Я понимаю, что я много говорю, но я пашу, чтобы так много говорить. И тогда он, победив Фролова, сказал, ну что, видели? Я проделал работу над ошибками, и больше мой безобак не опустел. И было видно, он в концовке третьего раунда еще рубился с Фроловым. Я тогда подумал, что он нашел способ решить эту проблему, и у него теперь все будет хорошо с кардио. Я был удивлен, как бы, знаешь, первый и второй раунд прошли так, как должны были пройти. Мага уверенно выигрывал. Я думаю, здесь даже у самого ярого фаната Минеева нет аргументов, потому что Мага первые два раунда забрал. Более того, по лицу видно такое ощущение, что победителем как раз выглядел Мага. Владимира сильно побили, он очень много пропускал в партере. Ну, такое ощущение, что у Маги реально настолько закончился бензин, что он потерял сознание даже без ударов. Мне это Машку Агапову напомнило нашу. Помнишь, когда она просто шейный Добсон раз и выключилась, бензобак опустел и ей стало дурно. То же самое было вот здесь, он устал. Почему я расстроен, честно скажу, потому что Мага, он какой-то, он добрый персонаж. Да, он иногда несет чушь там в грубе, типа того, что я буду бить его и так, когда встречу, это неправильно. Но Мага веселый, а Владимир, он такой, я всегда говорил, агрессивный. Очень яростный человек, даже вне клетки. Я очень хочу, чтобы его отправили за океан, потому что то, что он сейчас показал, у него здесь особо соперников уже нет. Ему пора в другую лигу, по сути дела. Больше такого соперника, как Мага, с которым они раскручат бой, нету. И, на мой взгляд, уже не актуально. Если будет третий бой, да, это интересно. Но нужен ли он мне его, я не думаю. Сейчас он потеснил Магу и сам достал рукой до звезд. И теперь он в космосе у нас, а Маге, по сути, надо начинать все сначала. И, наверное, я вот просто не понимаю, знаешь, как получилось. Мага сам приходил на пресс-конференции еще лет пять назад и требовал от Камилы Лагаджиева дать ему Минеева. Он прям просил, я его так побью. Получается, сам вызвал, сам и проиграл. Но, с другой стороны, раскрутил такое противостояние. Это те люди, которые пишут мне, что я там всегда против дагестанцев болею. Вот здесь я, честно признаюсь, я был за Магу. Мне очень, очень симпатичен Исмаилов. И, по сути, вот эти два прогноза, они мне как эксперту, которым я себя считаю, знаю, вы меня не считаете, да, но я-то вроде всегда прогнозы старался хорошие дать. Я, это прям личная трагедия. Вот с Магой, веришь, я неделю отходил, потому что, если от Усика я был рад, то здесь я был так расстроен. Опять те же грабли, опять пустой бензобак. И Камил Гаджиев, который говорит, ну, я вам же говорил, а я вот думал, что Мага поработает и исправит. Вот, по сути, две ошибки. Ещё было две, ну, как ошибки. Абасов я говорил, что победит Заурова, но не ожидал, что досрочно. Я думал, что легенду проводят по-человечески, а не забьют в первом раунде, потому что Шамиль, ну, действительно воин. И у него была классная карьера. А также Виталик Минаков неожиданно проиграл. Но здесь я, правда, ничего не могу сказать. Травма, ну, что поделать, бой-то он забирал. А также я тут, Влад, недавно посмотрел наше видео и увидел, что сам Александр Шлеменко и Саша Сарнавский смотрят наши прогнозы. К Александру Сарнавскому сразу, если он смотрит, хочу сказать, я за него всегда болею. И рад, что после той серии тяжелых поражений он восстановился. И, на мой взгляд, стал, вырос как боец на тот уровень, что он готов претендовать на чемпионский титул в той же СССР хоть завтра. А Шлеменко неожиданно сказал тебе, что мы его хейтим. Я, правда, не знаю, когда твой канал его хейтил, потому что, скажу больше того, за Александра всегда болели, болеем и будем болеть. Даже если состоится бой, который, как говорят, возможно, Александр Шлеменко против Владимира Минеева, я буду очень болеть за Александра. А то, что он сказал тебе, что с Толей Токовым, да, вы там против меня, я болел. И, по-моему, и, насколько знаю, ты болел за Александра Шлеменко в бою с Анатолием Токовым. Потому что тогда это была звезда. Ну, Саш. Давай я скажу, что он там выразил. Я ему вопрос задал про Фёдора Емельяненко, когда Фёдор Емельяненко на тот момент считал, что разного уровня бойцы Шлеменко и Токов. Я всегда подчеркиваю, что на тот момент я считал их бойцами одинакового уровня. Пускай фаворитом я считал Токова, но в моём понимании, и я это, наверное, в каких-то роликах можно найти, говорил о том, что это фактически бой за лучшего бойца России 100%. Если это бой за лучшего бойца России, то это уж явно не разный уровень. Если они чуть-чуть лучше, то это совершенно не другой уровень. Поэтому я совершенно не понял, какие претензии тут в мой личный адрес, сколько лично я сам про Александра Шлеменко ничего плохого не говорил. А вопрос, который я ему задал, ему, как казалось, задавали другие люди, с которыми он, наверное, просто больше дружит, и не стал на них вот таким образом наезжать. Ну, я вот хожу по плане медийности, известности, Шлеменко на другом уровне, чем Анатолий Токов. Даже хоть выиграл в том бою Токов, знают больше Шлеменко. В том бою я болел за Александра Шлеменко, и считаю, что сыграла недооценка соперника в первую очередь. Может быть, какая-то плохая подготовка, но это Саша виднее. Поэтому меня просто удивило, что он... Я довольно часто даю что-то на твой канал, да? И когда человек говорит, что ваш канал, там, типа, как он выразил, что-то в меня не верят, я хочу подчеркнуть, что всегда как раз верил, и всегда за него болел, и буду болеть. Поэтому здесь, я надеюсь, Александр посмотрит и поймёт, что он с чем-то перепутал, Влад, потому что это неправильно. Мы за Шлеменко, мы за хорошие бои и за яркие бои. Если бы так Минеев сказал, что ты против меня болел, ну да, здесь я признаюсь. А против Шлеменко нет, он молодец, Корешков красавец, а Саша Сарнашки, я вообще считаю, что просто умница, как он правда спрогрессировал. А то, что я сказал, что не хватает им трештока для раскрутки пресс-конференций, я думаю, это правда. Там у Гусейнов и так сделал хоть какой-то огонь, по сути. Чем, кстати, хочу заметить, вывел Шлеменко, который пошёл вперёд, и из-за этого, я считаю, слишком Саша хотел его накоутировать. Из-за этого Гусейнов без особых проблем достоял три раунда, хотя, на мой взгляд, он там постучал в третьем раунде. Да, это, кстати, тоже обсуждали моменты, и Саша этот момент тоже объяснил. Я когда увидел, как он стучит, я встал и пошёл, думаю, ну всё, и смотрю, а бой-то не остановлен, думаю, что ж такое-то. Поэтому здесь, Александр, если смотрите, знаете, мы вас любим, болеем, верим. Надеюсь, буду давать более точные прогнозы, буду работать над собой. Ну, всем добра. Спасибо, что моё мнение для твоего канала что-то ещё играет, будем стараться. Болейте вместе с нами, выбирайте своих любимцев, и знаете, исход боёв знает только Бог. А мы пока ещё только гадаем. Спасибо.